Болотные воробьи Болотные воробьи Журавли пленяют людей не только в наших небесах. Аспирант главного ботанического сада МГУ Антон Юрманов расскажет о трогательных маленьких журавликах, обитающих в Новой Каледонии. Не спешите обижать попугаев. Не все они тараторят одно и то же. Зеленокрылые попугаи Ара порой вполне осмысленно говорят. Наш репортаж. Крыса в предновогодней передаче. Гость особый. Наступающий 2020 год по восточному календарю и ее год. Мы это знаем. Интересно, знает ли она и ее воспитательница Дарья Ланцова. Николай Николаевич Дроздов побывал в Германии, в городе Карлсруе, в знаменитом открытом зоопарке. Общался со многими животными, с медведями и шимпанзе, пингвинами и антилопами. Приметил и маленьких водяных курочек. Известный бард и композитор Сергей Светлов поет о многом. Воспевать братьев наших меньших, животных, он особенно любит. Журавлей все любят, но я удивился, когда узнал, насколько их много на нашей планете. Самых разных, в том числе совсем малышек, проживающих в Новой Календонии. Побольше рассказать о этом я попросил аспиранта главного ботанического сада МГУ Антона Юрманова. Антон, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Итак, что это за птица такая? Кагу. Это небольшая птица размером с курицу, с очень интересным поведением. Обитает она на острове Новой Календонии. Антон, чем примечателен этот журавль? Начнем с ее внешнего вида. Она серая, голубоватая, а некоторые практически бледные. Местные жители даже называли их призраками леса. Они питаются в основном беспозвоночными, червяками, насекомыми, иногда даже небольшими ящерицами. И, что характерно, у них есть особый закрывающий клюв пластинки. Таких больше среди прочих птиц ни у кого нет. И это является их отличительной чертой. Что и кто угрожает этим птицам необычным? С тех пор, как на Новой Календонии появились люди, что произошло несколько тысяч лет назад, они привели с собой в том числе и более крупных млекопитающих, с которыми раньше Кагу не сталкивались. Да и колонисты потом тоже привезли с собой животных. В первую очередь это кошки, собаки, свиньи, крысы. Все они угрожают, если Кагу не напрямую, то поедают их яйца. Все это, а также редкоземельные металлы в почве, то, что они так мало и редко дают потомство, против того, что их популяция катастрофически сократилась. И сейчас оценивается от 250 до 1000 особей. А удалось ли тебе самому повстречать этих необычных птиц в Новой Календонии? Да, мне очень повезло. Даже дважды мы их встречали. Один раз в национальном парке Ривьер Блю, где, собственно, и происходил основе изучения их биологии. А вот другой раз был более интересным. Это было в Фернпарке, тоже в Новой Календонии. И там уже, когда темнело, и мы возвращались с маршрута, буквально под ногами у меня пробежал самец Кагу, приняв угрожающую позу. А я видел, что при этом самка уходит где-то вдаль, то есть он как прикрывает ее отход. Естественно, я постарался его сфотографировать, и получились довольно неплохие близкие кадры. И даже с ним рядом удалось сфотографировать. Поняв, что я, видимо, оставил свою агрессивную попытку напасть на его супругу, он тоже в дальнейшем удалился. Удивительные птицы, очень редкие, очень необычные. Надеюсь, что когда-нибудь удастся восстановить их численность. Антон, большое тебе спасибо, что рассказал нам о такой необычной птице, как Кагу. Приезжай к нам еще обязательно, путешествуй. Спасибо, что пригласили. Спасибо. Попугаи есть попугаи. Почему-то при упоминании о них многие улыбаются. Значит, есть что хорошее вспомнить. Только зачем обижать столь интересных птиц? Что у нас за поговорки такие? Не повторяй одно и то же, как попугай. Или еще хуже, тараторишь, как попугай. Несправедливо, мягко говоря. Сегодня есть возможность познакомить вас с зеленокрылым Ара. Он даже среди своих родственников особенный. Способен произносить целые фразы. Зеленокрылый Ара – один из самых крупных попугаев на планете. Размерами выделяется даже на фоне своих сородичей. Меня он удивил своей способностью произносить целые фразы. И своей несовместимостью названия и внешнего вида. Произошла путаница. Мне сказали, едем снимать зеленого попугая. А я увидел ярко-красного. Сородичей нашего сегодняшнего героя – красные Ара. И те, и другие с гордостью носят ярко-красное оперение. Как-то их надо отличать друг от друга. И решили обратить особое внимание на кончики крыльев. Они сине-зеленые. Формальности были соблюдены. Стал вот этот красавец сине-зеленым. Но главное отличие и гордость его – клюв – обладает огромной силой. Попугай способен перекусить ветку дерева. Но делает это изредка. А вот пальмы до орехи раскалывает постоянно. И еще я поразился его древней дружбе с человеком. Первые упоминания о птице были найдены учеными в знаменитом труде «История животных». 16 век, между прочим. Родина птиц – Южная Америка, где они обитают до сих пор на территории большинства стран. Живут на высоких деревьях, в джунглях. Но не прочь обстановку сменить. Неплохо себя чувствуют и в горах, и на равнинах. Кстати, срок их жизни немалый – до полувека. Мне понравилось, как они относятся друг к другу. Чистят перышки, умывают, проявляют всяческие знаки внимания, заботы. Хотя, как и во многих семьях, иногда случаются небольшие ссоры. Зрение и слух у Ары прекрасно развиты. Летают они уверенно, со скоростью более 50 км в час. Кроме того, отлично лазают по веткам и стволам деревьев. Время наибольшей активности – светлое время суток. Но в жару предпочитают перемещаться в тень деревьев. Пугают их внезапные окрики. Но сами они ранним утром или ближе к вечеру достаточно сильно кричат. Не стоит беспокоиться. Это их нормальное поведение. Поучительно наблюдать за их едой. Поумнее многих людей они стараются питаться. Среди их предпочтений – обезжиренный творог, овсяная каша, морковь, зелень. А вот что они не любят – это сахар, шоколад, соль, кофе. Нам бы так в себе заботиться. Но есть и загадка. Каждый день они летают к небольшим водоемам, где есть красная глина. Достоверно, причина, по которой они вылизывают эту глину, до сих пор неизвестна. Одна из гипотез – она их спасает от токсинов, которые они поглощают вместе с недоспелыми плодами. Учитывая склонность ара к здоровому питанию, вероятно, оно так и есть. И по сложившейся традиции, давайте попробуем угостить наших героев. Давай, давай. Ой, ой, любит орешек. Приятного аппетита тебе. Держи. Держи ты и тебе. Держи. Кушай, кушай. Вот, кушайте. Судя по всему, и орешки – их любимое лакомство. Любишь орешки. А почему большинство птиц только поют? А попугаи могут еще и говорить. Есть в их мозгу певческий центр. Группа нейронов. Они это и стимулируют подражание. Центр образовался, между прочим, 29 миллионов лет тому назад. Работа попугаев. Способность попугаев имитировать звуки возникла в ходе эволюции. Но потом произошло нечто необычное. Особый ген формируется. Его изучение может пролить свет на нейронные механизмы, лежащие в основе человеческой речи. Так что старайтесь почаще разговаривать с попугаями. Мы рады всем животным, которые к нам приходят. И мужественно переносят тяготы и лишения телевизионных съемок. И все же крыса – гость особый. На всякий случай напомню, 2020 год – ее год. Год крысы по восточному календарю. Даша, добрый день. Здравствуйте. А с кем ты к нам сегодня пришла? С пончиком. Пончик? А это обычная палевая крыса. Да. Я не заметил. Очень симпатичный. Что она у тебя ест обычно? Она ест разные корма, в которые входят пшеница, кукуруза и хлопья, яблоки и овощи. Что-то интересное можешь еще о ней рассказать? Может, забавные истории какие-то с ней происходили? У меня в моей спальне стоит большой шкаф. И однажды пончик куда-то пропал, мы с мамой не понимали. А потом, когда мы отодвигали шкаф, мы нашли, что он прогрыз нору и таскал еду с кухни. Но все равно добрый. Ты его очень любишь, я вижу, да, с ним общаешься. Да. А с другими людьми ладит или вот только с тобой? Лучше всего он ладит с теми людьми, которые больше всего с ними времени проводят, и которых он лучше всего знает. А ему вообще много пространства нужно для жизни? Да нет, не особо. Самая обычная клетка просто трехэтажная, высокая должна быть. Чтобы он там мог бегать, да, что-то делать. А вот чем вообще вот еще палевая крыса отличается от самой обычной? Она очень чистоплотная. То есть, если ты будешь когда-нибудь убирать за ней клетку, то о ней о каком запахе не может быть и речи. И какой они образ жизни ведут? Если это домашняя крыса, если она живет с тобой, то она старается подстроиться под твой образ жизни. Как крысы общаются между собой? И вообще общаются ли они, контактные животные? Ну, это очень удивительная история. Они общаются с помощью ультразвуков, поэтому их так много, и поэтому они такие умные. А еще крысы боятся щекотки и даже умеют смеяться. Да ладно, ничего, прям как люди. Самые настоящие. Крысы очень фантастические существа, потому что у них есть такая способность, которая не встроена у людей. Это внутренняя акробатика. То есть, если крыса хочет куда-то пробраться, в какую-то узкую дырочку, то если у нее голова пролезла, то и тело пролетит, поскольку ребра сжимаются, прижимаются к позвоночнику, и она пролезает. Даша, а я знаю, что в дикой природе крысы живут большими колониями, до двух тысяч особей. В принципе, да, это так, потому что крысы очень быстро размножаются, и если сначала в одном месте было 50 крыс, то потом их может быть 200, если дать им волю, то и несколько тысяч. Даша, мне кажется, что он себя очень комфортно у нас чувствует и быстро привык, в принципе, к этой обстановке, и вот так с удовольствием кушает свою морковку. Поскольку опасности он ничуть не замечает, и поэтому он быстро может освоиться. Еще я очень рада, что следующий год – год крысы, и мы с Пончиком будем очень рады этому. Это отлично. Мы все будем рады, что год крысы – такое животное прекрасное. Спасибо большое, Даша, что к нам пришла. Спасибо Пончику. Поздравляем вас с наступающим Новым годом. Вас тоже. В Германии, в городе Карлсруе, Николай Николаевич Дроздов общался со слонами и белыми медведями, шимпанзе и антилопами, голопогостскими пингвинами. Даже маленьких водяных курочек не обидел – приметил. Для общения людей с животными здесь созданы все условия. Это открытый зоопарк. Подробности в репортаже. В маленьком немецком городе Карлсруе, красивое название которого переводится как «королевская тишина», расположен очень просторный и красивый зоопарк. Здесь нет заборов, клеток и решеток. И такие открытые вольеры максимально приближены к естественной среде обитания животных. Водяная курочка гуляет свободно. А как она лозит по камням и по забору? Я раньше такого не видел. Я даже не представлял, что водяная курочка, которая ходит в основном по траве, по водным растениям, так ловко лозит по забору. Удивительно. И по камням. Шимпанзе – это самый ближайший наш родственник. Самый близкий родственник. Да. Дело в том, что у нас с ними общие предки, несомненно. Да вот, посмотрите, лицо, ну, почти человеческое. Надбровные дуги, носик такой, борода такая сидеющая. Ну, что у меня, что у него, посмотрите, здесь похоже. В зоопарке создан уголок африканской саванны. Здесь из одной точки можно увидеть одновременно несколько видов крупных копытных. В природе разные виды копытных не составляют конкуренции друг другу. Каждый кормится в определенном растительном ярусе. Антилопы поедают молодые сочные побеги. Излюбленный корм зебр – более жесткие злаки. Белые медведи живут в зоопарке Карлс-Роя с давних времен и успешно размножаются. Первый медвежонок родился здесь еще в 1889 году. Кого-то может удивить, что пингвины живут не рядом с полярными животными. Их городок находится на отдельной территории. Дело в том, что в зоопарке Карлс-Роя живут уникальные пингвины. Они обитают не в антарктических или субантарктических районах и даже не в умеренных широтах. Галапагоские пингвины живут на островах, расположенных прямо на экваторе. Птиц выпускают из вольеров, и под наблюдением смотрителя они стройным шествием совершают небольшую прогулку мимо удивленных детей и их родителей. Не уставайте и вы удивляться, а мы подскажем, в каких зоопарках мира для этого стоит побывать. Сергей, добрый день. Добрый день, Алексей. Спасибо, что к нам пришли. Я очень рад побывать здесь у вас в гостях. Меня заинтересовал такой вопрос. Какие домашние животные у вас есть? У меня в основном звери находятся в виртуальном мире, потому что я очень много пишу песен для детей. У меня есть детский мюзикл про африканских животных, есть мюзикл про севучонку Тошку, который живет на Командорских островах. На Дальнем Востоке. Так получилось, что последние несколько лет меня окружают писатели-поэты с звериными фамилиями. Это Тим Собакин, Василиса Кошкина, Ольга Зверенкина и даже мой дорогой Валентин Нович Гафт. Я его называю. Сергей, а у вас есть какое-нибудь свое любимое животное? Любимое животное, наверное, то, про которое я еще не написал. То есть вы хотите сказать, что у вас есть песня практически про всех животных? Дети мне все время спрашивают. А вот про этого есть. Если у меня нет, я, конечно, иду домой, быстрее звоню своим поэтам вот этим зверенкиным, так сказать, Собакинам, и они мне подкидывают. Или сам пишу. А давайте я вас проверю, Сергей. Попробуйте, давайте. А вот давайте, допустим, про мартышку. Мартышка. Как раз Валентин Гафт написал этим. А, ну давайте. Мартышка, малышка, что чешешь подмышки, что пяточку чешешь, затылок и лоб. Скажи, за какие такие делишки аж в клетку тебя засадить кто-то смог. Аж в клетку тебя засадить кто-то смог. Я по куплетику буквально, да. Про крокодила. В зеленом болоте зеленая тина. Попробуй-ка в ней отыскать крокодила. Он в злобе своей затаенной. Лежит весь зеленый, зеленый. Зеленый, 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 зеленый крокодил. Зеленый, зеленый, зеленый. Лягушку случайно проглотил. А вот ваше любимое. Мордочки, хвост и четыре ноги. Едва мы чуть-чуть обогнали мартышку. К вершинам прогресс направив шаги. Как слайм за нами помчались при прыжку. Мордочка, хвост и четыре ноги. Мордочка, хвост и четыре ноги. А еще какое-нибудь животное? Может быть, такое самое наше любимое русское животное. Например, корова. На травке у леса густого послась луговая корова. А в море водой плескаясь, резвилась корова морская. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ХРУМ-ХРУМ-ХРУМ-ХРУМ Да чего же сладко Каждый день она хрустела вкусной шоколадкой Мне кажется, как было бы хорошо, чтобы у нас у каждого в новом году была и по шоколадке была, и вообще было бы хорошее настроение. Сергей, большое спасибо за ваши песни. И с Новым годом! С Новым годом вас, телезрители, и наших замечательных милых животных. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом!